Далее, значит, Николай Иванович советует работать над функциональностью лимфатической системы. Как? Пятиминутным бултыханием столовой ложки растительного масла под языком с последующим выплюванием яда и тщательным промыванием рта настоем душистых. То есть, а вот эта процедура делается уже ежедневно, я о ней уже довольно-таки много рассказывал, показывал. То есть, берется столовая ложечка растительного масла, действует хорошо табачок, растительного масла в рост и сосется просто-напросто во время сосания. Здесь, значит, говорится, что пятиминутное, я должен из практики заметить, пятиминут будет мало, как минимум минут 10-15, чтобы вот это вот масло, как узнать, что процесс окончен? Чтобы вот это масло превратилось в воду, в своеобразное такое белое молочко. Своеобразное белое такое молочко, как вода. То есть, оно было вязкое масло, вы вот это вот сосали-сосали, бултыхали, как он говорит, в ротовой полости, и оно у вас становится, как вода. И вот тогда вы его выплевываете, оно имеет вид белой такой субстанции, как молоко. Это говорит о том, что процесс окончен. В некоторых случаях она может быть даже желтизной. Что здесь происходит? Во время сосания выделяется слюна. Оказывается, у нас вот эти вот железы слюнные, которые выделяют слюну. Через них, откуда вырабатывается слюна? Да, слюна вырабатывается из крови. Так вот, когда мы с вами бултыхаем это масло, чмокчем сосем его, на него выделяется слюна, а через слюнные железы, значит, циркулирует кровь. Так вот, за 15 минут где-то она как раз успеет вся и не один раз проциркулировать. И оказывается, слюнные железы это не просто, но они также выделяют все ненужное, вредное, что имеется в крови. И тем самым вы очищаете кровь и лимфатическую систему. Потому что из лимфатической системы поступают в кровь, из крови поступают в лимфатическую систему. И чем чище или лимфа, или кровь, тем у нас будет чище организм. Запомнили это. Далее, значит, функциональность механизма естественного самоочищения организма от самых опасных ядов методом медово-эмульсионной трансдермальной фитотерапии Дармачева. Значит, что это такое? Это медовый массаж. Как раз Николай Иванович делал мне этот медовый массаж. Вот. И я как-то увлекся, как начал делать, видя, что выходит через кожу. И думал, так сказать, вывернуть все из нее. Но, оказывается, наша кожа, или вернее, так лучше сказать, этот массаж, который он применяется, ну, практически там ежедневно. Я ежедневно где-то делал. Происходит, вот лично у меня я почувствовал отдирание кожи от этого, от мышц. Вот такое вот. То есть его надо делать, ну, чтобы вы могли почувствовать, что у вас как-то восстановилось, там, кожные покровы восстановились. У вас восстановились, вот, ну, почувствовать, это важно почувствовать, что после этого медового массажа вы можете его повторить. Потому что это все равно, что, ну, как бы сказать, вас отхлыстать. Когда тянется ладошка, отрывается, то получается мощный присасывающий эффект, вот этот отрывающий, это довольно-таки болючая процедура. Вот, значит, вот это можно сделать. Но, Николай Иванович, там еще у него какие-то свои секреты, что-то там использует для того, чтобы все это лучше там отходило. Эту же вещь, не знаю, насколько эффективна она будет, но тем не менее. Значит, механизм естественного самоочищения организма запускается с помощью потения. Это намного уже проще будет. А вот если вы будете использовать хотя бы раз в недельку баню парную, то есть потение с помощью чего, вы будете очищать организм через самую большую площадь нашего организма, через кожу. Естественно, просто и приятно. Очень-очень рекомендую. Далее вот такая интересная рекомендация. Оптимум доступного кремия и активных биофлавоноидов. Насыщая тело при помощи ванн из отвара птичьего горца и луковой шелухи. Очень сильно усиливает оздоровительный эффект дополнительные магниевые ванны и компрессы. Ну, в магниевые ванны, насколько я понимаю, это должно быть какое-то вещество. Где его взять? Непонятно. Ну, где-то, насколько я понимаю, эти магниевые ванны в виде какого-то там аптечного препарата можно там взять. А вот что касается птичьего горца, это трава. Луковые шелухи, пожалуйста, полным-полно. И причем где-то эта луковая шелуха, которую мы вообще выбрасываем, она желтого цвета. Вы ничего не выбрасывайте, все оставляйте от лука, подсушите и потом только раз и применили. Ну, допустим, насобиралась у вас пол-литровая там банка вот этой луковой шелухи. Вы ее там завалили двумя литрами кипятка и потом только, опа, в ванну добавили и принимаете ее. Ну, примерно так я понимаю. Далее, что советует Николай Иванович Оптимум доступного цинка. Смазывать тело на ночь аптечной цинковой мазью. Так, далее его советы. Пятое. Не реже одного раза в неделю. Не реже одного раза в неделю. Можно использовать, естественно, все это дело. Можно использовать совсем недавно, буквально таки вчера я вам рассказывал про то, что Илья Мечников говорил, что в толстом кишечнике идут процессы, значит, гниения. Только он не уточнил, а почему они там идут. Оказывается, они идут от неправильного пищеварения, когда туда, вместо того, чтобы перевариться и всосаться в тонком кишечнике и углеводам, и белкам, они не полностью, недостаточно обработанные. Они достигают толстого кишечника, где уже подвергаются расщеплению, бактериальному расщеплению. Если это углеводы, значит, возникает брожение. Если это, значит, белки, то возникает гниение. Со всеми вытекающими последствиями. То есть, важно нормализовать пищеварение. Пищеварение. Если этого не сделать, я думаю, что вот эти молочнокислые бактерии, они не дадут того, о чем мы говорим. Мы вообще, вот я хотел поговорить на эту тему. Что мы думаем? Ну вот, мы сейчас в рот положим эти кисломолочные бактерии, там болгарскую палочку, вот это-то-то. И она сама только хоп и достигнет уже толстого кишечника, наведет там порядок и так далее. Знаете, вот такой какой-то по-детски наивный взгляд на процессы, происходящие в нашем организме. Ничего подобного. Та же кишечная палочка, принятая нами в виде пищи, она подвергнется расщеплению как в желудке, так в тонком кишечнике. И я думаю, в толстый кишечник ничего не попадет. Вот это какое-то заблуждение, понимаете? Что мы думаем, что туда что-то попадет. Более того, у меня перед глазами пример моего сына. Он пришел с армии, уже знаете, взрослый человек сам там что-то там узнал, то-се-се, там уже денежки имеются. И он, значит, поддавшись рекламе на Актимель, вот эти бутылочки Актимеля, разные они вкусненькие, там якобы они восстанавливают микрофлоры и тара-та-та-та-та, он начал их принимать. В результате этого у него произошел такой мощнейший разбаланс микрофлоры, что он за малым не отдал Богу душу. Возможно, кому-то это поможет, но у нас микрофлора, у каждого человека микрофлора своя собственная. И вводимые вот эти все эти микробы, молочнокислые и другие, они должны прижиться, они должны организовать у нас здесь свою колонию. А тут имеются у нас свои собственные, которые вырабатываются на ту пищу, которую мы едим. То есть, почему вырабатываются вот у этих болгарских там жителей вот эта вот микрофлора своя? Да потому что они используют в пищу большей частью продукты, кисломолочные продукты. Это их рацион, это их нормальный рацион. Поэтому у них соответствующая и микрофлора возникла в организме, которая, соответственно, там, не хочу сказать, подпитывается. Она как раз выработалась на вот эти вот молочные продукты, которые они там употребляют. Вот это. У нас же совершенно другая пища, у нас же совершенно иная микрофлора. И когда мы пытаемся вот перенять вот этот вот опыт в свою жизнь, а он оказывается для нас чужой, мы с помощью благих намерений вредим себе хуже, чем враг, который бы как-то нас отравил бы изощренно. Вот поступают вот такие вот, вернее, бывают вот такие вот вещи, чтобы вы понимали. Так, травяной порошок люцерны. Ну, пожалуйста, порошок люцерны делайте. Я же, знаете, функциональность толстого кишечника, вот раз мы так, знаете, пошли, пошли, пошли по этим всем вещам. Я поддерживаю с помощью семян тмина. Я их не жую. Пол чайной ложки. Вот утром у меня как, знаете, это, как своего рода обязанность. Я первым делом пол чайной ложечки тмина семян запиваю там водой, полстакана воды и все. И дальше уже начинаю есть там, что-то делать и так-то-то. Прекрасно, прекрасно. Вот как раз, знаете, через вот появится эффект существенного вложения организма. И я почувствовал, что да, вот он так именно действует. Более того, вот болгарская палочка, она не помогает пищеварению. А вот семена тмины за счет своих свойств жгучести и летучести, они способствуют лучшему как расщеплению пищи, расщеплению пищи, это вот эта вот душистость, душистые вот эти вещества, как там назвать, а то одно, фитонциды, 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 да, они вроде и это, тоже они душистые, но тем не менее душистые, это душистые вещества, которые способствуют рыхлению пищи, измельчению, нам надо пищу для того, чтобы она качественно переварилась, измельчить, разрыхлить, вот как делают хлеб, если хорошо его разрыхлили, а вот, если не разрыхлили, он там где-то, знаете, где-то пропеклось, где-то комок сырого теста и так далее, то же самое у нас наблюдается в пищеварении, то есть важно разрыхлить пищу и благодаря духу семена тмина это прекрасно делают, плюс они обладают вот этой фитонцидной особенностью, то есть они нормализуют нам ту микрофлору, которая должна у нас быть, это важно, и плюс они по своей природе еще горячие, огненные, а это уже способность трансформировать, то есть то, что разрыхлилось, оно должно превратиться вот в иное, расщепиться, превратиться, и этому как раз добавляет, поэтому вот из кисломолочного и то, что я применяю, я применял и кисломолочный, что ж я его не ел там, ел, вот то, что я вам рассказал, оно будет действовать, наверное, раз в 50 лучше, потому что от кисломолочного, от кисломолочного, это слизообразующий продукт, если его, так сказать, часто применять, просто-напросто будет, в организме образуется слизь, и мы не поймем, что это из носа у нас, мы оздоравливаемся с помощью кисломолочного, а получаем какие-то простудные заболевания, то есть это надо понимать, они не обязательно возникнут, не обязательно, но если они возникают от кисломолочного, чувствуете, ага, я оздоравливаюсь с помощью кисломолочного, и получаю вот такое, значит, значит, это уже вот этот процесс, который я вам рассказал, добавлять в пищу травяной порошок люцерны, вот этот травяной порошок люцерны, это своего рода, знаете, как своеобразная щетка, как своего рода адсорбент, который будет чистить толстый кишечник, чистить, очищать его, оздоравливать, потому что толстому кишечнику нужны вот эти вот клетчатка, грубые волокна, где их взять, в пищу мы обычно не используем, наша еда, котлеты, белый хлеб, картошка, сахар, какие-нибудь булки там и так далее, то есть в основном, в основном, жителю, городскому жителю их не хватает, поэтому такая рекомендация, ну попробуйте, возможно, в люцерне еще что-то есть, что действует как-то там по-особому. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!